Всем привет! У нас сегодня у Бусика опять грустный день, потому что дождик на улице. Потому что там опять погода нелётная. Ну, хотя тепло, завтра будет прохладно, градуса 8. Но зато темно, и дождь идёт целый день, поэтому мы сегодня дома. Мы сегодня дома, и Бусик грустит. Да, мама? Я не люблю такую погоду. Я его выгнала на улицу, он даже не захотел из-под крыши выходить. Поэтому занимаемся домашними делами. Вот, я ему достала. Там у меня стирка. Я вообще полдня сегодня просидела. Мне нужно, я просто думала, заказать летнее покрывало. Потому что я постирала. Это у меня протушивается Бусик у курочка. Нужно кости ободрать. Это размораживается тоже Бусик у курицы. И там говяжий фарш. Тоже Бусику. Я говорила, я его делю. Половину Бусику, половину мужу. А у мужа есть другая курица. Пусть это пропаривается. Потому что я купила покрывало, а оно очень теплое и очень тяжелое. И его проблемно стирать, как оказалось. Новое покрывало. Я делала видео, заказывала постель. Постельное белье полностью все меняла. Бусюна, а куда ты пошел, малыш? Ты хочешь на улицу? А? Открыть ты хочешь какать? Что ты хочешь? Ты не пойдешь, там дождь. Хочешь на улицу? Там дождик, малыш. Ну иди посмотри. Может покакаешь? Иди посмотри. Это противно, противно на улице. Моросит. Лучше бы ливень так. Раз. Гром. Бам-бам. И все. Вот, он даже с-под крыши не выходит. Что? Ой, Буся, гоняешь ты меня только. В общем, про покрывало. Я его в итоге два раза ставила на полоскание. Потому что оно такое толстое. Что оставался? Вот здесь вот оставался белый порошок. Такой, знаете, как сахар. Мне стало противно. Я еще раз его прополоскала. Добавила кондиционер. Вот такой вот. Короче, оно двойное. И очень тяжелое. И вот оно было в сушилке. И оно мокрое. Что, Буся, чихаешь? Пахнет хорошо? Кажи, мама, пахнет, да? Химия пахнет, чихает. В общем, сейчас я еще его буду бросать на вешалку. Чтобы оно просушивалось на воздухе. Вот, пожалуйста. Вот. Вот это вот порошок там застрял. Триндец. Надо будет сейчас руками поубирать. Поэтому я просидела полдня. Искала, покрывала. Потому что мне нужно дешевое и летнее. Ну вот. Повесила сушиться. Хоть бери его, разрезай. На две части. Отделяю вот эту вот часть. И вот этот вот плюш. Но это тоже не вариант. Потому что вот эта вот тряпка очень-очень такая тонкая. Вот. Тонкая очень. Вот эта вот сетка. Там вот сетка внутри. То есть это тоже не вариант. Ну вот. Будет сушиться. Застелила пока что старым одеялом. Покрывалом. А мне это не нравится. Я хочу, чтобы постель у меня была во всем новом. Но это еще от бывшей жены моего мужа. Ну как бы неприятненько. Поэтому искала сегодня покрывала. потому что все подорожало и найти не так-то просто. Ладно. Иду я там на кухню. Что, мой хороший? Ты так хорошо смотришься на маминой кроватке. Бежим на кухню. И сейчас я, наверное, буду пылесосить. Слушайте, посмотрела политику. Так все ужасно. Поэтому буду развлекать людей пылесосами. О, как раз тут поджаривается то, что гусик любит. Надо было его как-то термически обработать. Так. Плиту сегодня мыла. Тоже. Но ее так просто не вымоешь идеально. все равно вот пятна остаются на стекле развода. А, я уже на это так смотрю, знаете. Философски. Идеального в принципе в жизни ничего нет. Так. Сейчас займусь этой едой. Тващик на него надела. Говорю, иди покакай. Иди на травку покакай. Даже нож не хочет высовывать. сижу тут рядом с ним. Время теряю. Гусяня, иди. Иди на травку быстро. Раз, два, и все. Думай, думай. Навонял мне поднос. Гусяня. Боже, лучше бы я с ним гулять пошла. Гусяня. Делает вид, что меня не слышит. Нос хитрый. Садись, какай, садись. Плащик сняла, побежал Все, покакал, пока я за телефоном ходила Он все сделал Все Мама может своими делами заняться Иди еще покакай Иди, попись и покакай Иди посмотри, кто там Кто там такой, иди посмотри Ты мокрый Не очень Буся, я не могу тут с тобой стоять Дверь открыта Давай домой иди Буся Ой, это еще терпение надо с ними Дети, дети Все Идем жопку вытирать Пошли Пардонте за такие детали Ну, дети В хате Кому не нравится, кому противно Не смотрите А что делать Там сейчас на ютуб Вообще-таки отвратительные вещи Показывают Как бы мне не стыдно Взрослые показывают Стой Стой Ну что, можно нас поздравить У нас опять отит Причем Отит Начинается Все время На одном и том же Левом ушке Побежал Игрушку свою Искать любимую А игрушка В стирке Я бросила в стирку Ой, это, конечно Трындец Но Видимо То есть собака у нас породистая Но без документов Видимо Бусенька, ты где? Видимо, когда Суку сводили То Щенки получались слабыми Потому что был Ненадлежащий уход Там игрушка Его стирается Он чувствует Ну, видимо Вот так вот Собак, знаете То есть Мою собаку Бывшая хозяева Купили на трассе Проезжал Сын Хозяйки Этой собаки Моей Бывшая хозяйка Сын проезжал По трассе Увидел объявление Купил маме подарок Ну, видимо Вот так вот Разводили щенков На продажу Сугубо Без документов Щенки были ослаблены И вот Мы мучаемся То аллергия То Атиты То еще что-то То кожные Всякие дерматиты В связи с аллергией Ну, вот Даю одну таблетку В день От аллергии И я так подозреваю Что ушко у него Тоже воспаляется От аллергии Возможно было Вот он чешет ушко свое Возможно Надо было давать По две таблетки В день от аллергии Я все-таки Жалею от химии Знаете И так он раз в месяц Пьет две таблетки От глистов Поэтому Может быть Надо было давать Две таблетки Я даю одну В сутки От аллергии Именно А вот Когда Я давала Две таблетки Когда у него Был кризис После океана В основном Да Мы приезжали Домой И он вообще Пятнами покрывался Ну, потому что Это Оушен-сити Знаете Там не очень-то И чисто Мало травки Чистой Здесь у нас Хотя бы травка И то Эту травку Поливают химией Но Можно найти Какие-то чистые Участки Хотя бы в том же парке Там парков не было Рядом с нами И Собака Приезжала Домой Вся Укрыта Этими бляхами И нам прописывали Две таблетки В день От аллергии И ушко Не воспалялось А сейчас Вот у него Ну, сколько Наверное Два месяца прошло Ушко чешет И опять Я смотрю Пошло покраснение Ой, так это Задолбало Вообще Вообще Задолбало Я еще проверяю Конечно Между пальчиками У него Ну, сейчас Там нормально Только вот Ушко красненькое Это он лижется Потому что Был во дворе Лапки мокрые Ну, а мне нужно Пылесосить Потому что Муж здесь Натоптал Пока вот Дома был Да и вообще Он бегает Абут И меня это так бесит Я Недавно Убирала Присмотрелась Прямо Болото Лежит Знаете Я брала Эти салфетки Мокрые И Какие-то Участки Подтирала Ну, вот Пожалуйста Вот Болото Прямо Земля Лежит Это вот С его ботинок Он говорит У меня Обувь чистая Я только Из машины И назад И в машину Это беспроводной Пылесос Я его зарядила Посмотрим Насколько Его хватит Я говорю Как ты Из машины В машину Если ты С собакой Гуляешь И в этой Обуви То есть Ты ходишь По траве Наверняка И в этой Обуви Ты прешься В дом Ну что Проверим Как он там Работает Насколько Его хватит Он еще Не знает Что За пылесос Блин Надо его Настроить Я ему Ухо Закапала Вот он Чешется В наморднике Конечно Закапала Ему Надеваю Намордник И Запихиваю Твердую Такую Пластмасску В ухо Ну Я же говорю Я возмущалась Что пипеток нет А ну я сейчас Выключу Покажу Но я уже Научилась Надеваю Намордник И Возмущалась Почему нет Пипетки Мягкой Видите Тут пластмасска Какая То есть Можно вот так Запихнуть Как врач Показывала И что-то Травмировать И она Уверяла Нет Ты ничего Не травмируешь Сколько там Ушка И вот такая Фигня Торчит Я возмущалась Но я уже Научилась Я делаю Так Чтобы Бусик Мой Не видел Я его Отвлекаю И так Сверху Капаю Так Вот здесь Надо Нажимать И капаю Дорогое Лекарство Причем Врач Когда мне Показывал Так Нажала Там Половину Тюбика Вылила Хорошо Что я Запаслива У меня Второй Такой Тюбик Есть А у меня Аж Сердце Жалость Потому что Эта фигня Стоит Сейчас Скажу Сколько Короче Эта фигня Стоит Здесь Я не вижу Здесь Я не вижу Не хочу Свой адрес Светить По-моему 43 доллара Это Лекарство Так Вот Копеечка Копеечки У меня По-моему Еще Вторая Такая Есть Упаковка Я все Подписываю По-русски Уши Отит Хотя Здесь И так Понятно Отит Суспензия Для Собак Да Уши Антибиотик В общем Достаю Все Что есть Ой Блин Где-то Еще Должна Быть Суспензия Надо Посмотреть В общем Нашла Нашла Хорошо Что Я Запаслась Две Этих Суспензии И Антибиотик Но И вот Здесь Мало Осталось Антибиотик Помогает Если Ушко Капать Но Есть 200 Суспензии Не знаю Это Насколько Они Полны Эти Пузырьки Иду Пылесосить Ой Задолбалась Я с этим С этими Болядчиками Пылесосы А этот Причем Стоит 60 Доллара Вот Я Зарядила И Не И И И И Он Уже Сдыхает Надо Будет Брать Маленький Пылесос И Не Играться А Этот Маленький 23 Доллара Стоит А Этот 60 Ну Это Так Повыпендриваться Как Муж Гусь А Кто Это Зарядил Такой Неизвестный Да Тут Есть Правда Два Режима Для Он Уже Вздыхает Для Ковра И Для Пола Еле Дышит Еще Минут 5 Зато Пишет Что Будет Работать 3 Часа Даю Информацию Для Тех Кто В США Живет Не Знаю Может Они Еще Где-то Продаются Толесос Называется Шар Акула Какая-то Акула Хреновая И Тянет Нормально Но Наболго Не хватает И Потом Эта Акула Видите Она Немножко Толстоватая Не Каждую Дырку Подрезит Поэтому Сейчас Пойду За Маленьким Пылесосиком Я Уже Показывала Кто Меня Смотрит И Вот Так Вот Каждый День Жизнь Домохозяйки Американской Ну Кто-то Вы знаете Забил Мол Ну Подумаешь Тут Наследил Я Не могу Мне Противно Я Сейчас Думаю Еще Тряпки Пройдут Ну А На Мужа Орать Каждый Раз Тоже Не Могу Я Ему Делаю Замечание Чтобы Не Ходила Буты Еще Когда Пол Вымою Еще Ему Предупреждение Я Вымыла Дом То Два Дня Мой Муж Старается Делать Вид Что Он Переобувает Потом Опять Каждый День Не Можешь Тоже Только Этим Заниматься Мне Интересно На Коврике Как Он Себя Покажет Сколько Он Протянет Этот Шар Так Вот Кстати Постепенно Слово За Слово И Учатся Какие Слова Быту Даже Например Я Сегодня Искала Покрывало Почему Говорят Что Нужно Жить В Американской Среде Чтобы Выучить Английский Вот Я Сегодня Искала Покрывало Думаю Блин Как же Оно Называется Ну Естественно Google Транслейтер Нормальный Ценит По Коврику Не Нашла Поэтому Желательно Включать Еще Конечно Озвучку Не Только Письменный Перевод Озвучку Как Слово Само Звучит Нормально Но Маленький Лучше Маленький Даже Не Надо Переключать Он Работает И На Полу 23 Доллара Казалось Я Прям Не Нарадуюсь И Чистится Легко Я Честно Говоря Этот Пылесос Еще Ни Разу Не Чистила Даже Не Знаю Как Надо Будет Разобраться Нормально Тянет Режим Для Пола Лестница Пройдет Все Равно В Каждый Угол Не Подлезешь Чуть Чуть Только Буси Подожди Мне Просто Интересно Сколько Он Протягивает Блин Что-то Пыл Летит Наверное Он Забил Все Прицепила Правда Здесь Шнурок Неудобно Но Это Надежнее Все Углы Можно Пройти Вот так Не Все Маленькие Слабенькие И Силенькие Будто Там Сем С 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 Продолжение следует... Все, я пропылесосила два этажа, снесла сюда пылесос, мне осталось здесь немножко пройтись и, наверное, еще пройдусь мокрой тряпкой. В общем, помоем, сделаю влажную уборку еще. Ну, как-то не очень без этого. Кстати, там у нас буря реально разыгралась. Вчера обещали, а сегодня вот погода разошлась. Ветер, дождь. Видите, деревья качают. Похолодало резко. Может, ветер тучи хоть разгонит. Видите, как деревья качаются. Такие здоровые деревья эти. Хоть бы у них корни были прочные. А то так, блин, свалится на голову, типа, мне на язык. Нельзя такое говорить, кстати говоря. Ну, свежий воздух в любом случае, это приятно. Реально так гудит все. Идет поток ветра сильного. Это завтра будет опять куча поваленых деревьев на дорогах. Надо мужу звонить, как он там, пусть домой едет. Всех денег не заработаешь. Ну, не холодно. Свежо и даже приятно, когда ты под крышей. Кстати, хит выключила. Он был поставлен на 68, а в доме 72. Я думаю, почему мне жарко? Потому что очень большая влажность. Видимо, за эти дни, когда было плюс 18, пару дней назад, крыша прогрелась, и все это в дом пошло. Тепло. Ну, и влажность. Я думаю, что мне так жарко, и дышать нечем. Поставила сейчас хит на 65, но это отлично. Потому что мы экономим электроэнергию. Муж все время за этим смотрит. Говорит, в доме 72. Хит стоит на 68. Я говорю, ну да, на 68. Я боялась, что будет холодно в доме. Но сейчас сама пошла. Еще больше понизила температуру на 65. Чтобы немножко дом остыл проветрился. Да, мой сладкий. Кто там такой? Кто там за мальчик? Ему скучно. Два дня не гуляли. Играемся. Мама здесь еще не пылесосила. Давай, побежали. Оп. Там, видимо, дождь. А ну, есть дождь. Нет, дождяка нет. Поэтому мой песик осмелел. Ищи игрушечку. Вот родительская обязанность. Слушайте, может, я игрушку бросила в его какашку? Я же не видела, где он свои дела сделал. Трындец. Что он так осторожно к ней подходит и брезгливо. Точно. Сто процентов. Я сейчас посмотрю. Ой, мама дорогая. Ладно, свое не воняет. А, нет. Чистенькая. Я вот сюда стараюсь на дорожку бросать. Но у меня еще не со мной это оч również не так высох. Все откручив Got answers. Спасибо. 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 Продолжение следует...